Здравствуйте! Вы слушаете Вести Магнитогорск на Майке в студии Антон Грабарев. В Магнитогорске вновь перекроют движение для транспорта. Как сообщили в пресс-службе администрации города, планируется перекрыть движение по улице Вокзальной от дома номер 106 до проспекта Карла Маркса. Движение перекроют с 16 до 26 сентября включительно. Водителям рекомендуют следовать указаниям выставленных дорожных знаков. В Нагайбакском районе проверили готовность территории к отопительному сезону. Выявлены нарушения в Арсенском, Балканском, Нагайбакском, Куликовском, Астраленском, Парижском, Переселенческом, Фершантенуазском и Южном поселениях. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Главам данных поселения, а также директору МУП Кассельская ЖКХ объявлены предостережения о недопустимости нарушений законодательства о теплоснабжении при подготовке к предстоящему отопительному сезону. Также представления вынесены главам Арсенского, Нагайбакского, Астраленского, Парижского сельских поселений, а также Южного и руководителям теплоснабжающих организаций. Там отсутствует докотловая и котловая обработка воды, кроме того, не ремонтированы котельные и не утеплены тепловые сети. Устранение нарушений находится на контроле у прокуратуры района. В этом году в Горном ручейке отдохнут и оздоровятся более 12 тысяч магнитогорских дошколят. На аппаратном совещании в администрации города рассказали о нововведениях на детских дачах Горный ручеек. Услугами ручейка в прошлом году воспользовались 11,5 тысяч дошколят. В этом году там отдохнет больше 12 тысяч детей. Для ребят, обновленные после ремонта дачи, шестиразовое питание и оздоровление под присмотром врачей. Медицинское сопровождение осуществляется непрерывно в течение всего пребывания ребенка на даче. Учреждение имеет бессрочную лицензию на ведение медицинской деятельности. Силами штатных медицинских работников проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение заболеваний, оказание первой медицинской помощи, проведение физиотерапевтических и лечебных процедур, рассказала директор Марина Лебедева. Еще один житель Магнитогорска стал жертвой мошенников. Преступники убедили мужчину в том, чего нет, и заставили перевезти им почти четверть миллиона. Схема стандартная. По телефону мужчине сообщили, что к его счету пытаются получить доступ мошенники. Клиенту необходимо опередить преступников и оформить кредит в онлайн-банке, пока злоумышленники сами не взяли займ на его имя. Магнитогорс, не раздумывая долго, так и поступил. Ему одобрили кредит, и он перевел на якобы безопасный счет все средства. Ущерб составил 215 тысяч рублей. Сейчас злоумышленников ищет полиция. Возбуждено уголовное дело. Уважаемые жители города, помните, что безопасных счетов не существует, напоминают горожанам сотрудники полиции. Студент едва не пустил под откос поезд в Челябинской области. Машинист грузового поезда сообщил, что на перегоне станции «Муслимова-Кунашак» парень стоит в опасной близости от путей и укладывает камни на рельсы. Сотрудники транспортной полиции срочно выехали на место и задержали молодого человека. Им оказался 19-летний житель Челябинской области, который учится в местном профессиональном колледже. Студент рассказал, что возвращался после учебы домой и решил ради интереса посмотреть, что будет, если положить на рельсы камни. Когда поезд проехал, хотел убежать, но его задержали. С юношей провели профилактическую беседу. Теперь ему еще предстоит заплатить штраф в 3 тысячи рублей. Офицеры штаба Центрального военного округа приступили к сдаче норматива по физической подготовке. Проверку проводит комиссия Управления физической подготовки и спорта вооруженных сил страны. Военнослужащие выполняют комплекс упражнений на силу, скорость и выносливость. Это подтягивания на перекладине, бег на 60 и 100 метров, сгибания и разгибания рук в упоре лежа, кросс-плавание, челночный бег. Офицеры в зависимости от возраста могут выбрать наиболее удобный для себя норматив. К примеру, те же подтягивания можно заменить на толчок двух гирь весом 24 килограмма каждая, а бег на плавание. В итоге каждый получит баллы и при условии успешной сдачи нормативов военнослужащим положена денежная надбавка. И о погоде. 22-26 градусов обещают сегодня синоптики в Магнитогорске. Ветер преимущественно южный. 3-7 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. 732 миллиметра ртутного столба. Такая температура в среднем плюс 25 градусов, по данным метеоцентра, продержится в Магнитогорске до конца недели. На Южный Урал пришло бабье лето. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова